Ну, теперь у нас люди, которые не значатся в списке. Наталья Барберс, директор музея Академии. Наталья Барберс, сотрудник Российской Академии Художеств и Академии. Спасибо за представление. Замечательный искусствовед и художник. Спасибо. Вот какие у меня прекрасные однокурсники. Дело в том, что мы с Сашей Волковым и Сашей Волковым знакомы по Академии Глазуновым. Мы были с Сашей Волковым. Саша. Все-таки мы с Сашей будем ждать. Мы были в первом наборе, а Саша Волковым в следующем за нами. Это было прекрасное время. Большой согласен отдаться воспоминаниям. Я этого делать, конечно, не буду, потому что, хоть сегодня много говорят о юбилее, но это еще не тот юбилей, когда говорят о прошлом. Потому что есть что сказать о настоящем. Саша, конечно, прекрасный, талантливый художник. Хочется отдельно отметить, что он художник очень тонкий и интеллигентный. И это было видно еще с первой дипломной работы. И даже ранее. У него есть своя тема в искусстве, что тоже очень важно. Вот выставку я еще посмотреть не успела, поскольку недавно приехала. Я не сомневаюсь, что у нас замечательные, никаких сомнений в этом нет. И тут еще прозвучала тема русского художника. Вот как-то так, начиная с 19 века, у нас сложился такой стереотип, уже сейчас уже по столью искусства мы говорим, что самые талантливые наши художники, они какие-то у них очень неустроены. Они устроены семейной жизнью, с непонятым творчеством. И вообще все как-то очень трагично. Вот как хорошо, что Саша своим явлением разрушает стереотипы. У него прекрасные творческие успехи, у него замечательная семья. И пусть все будет дальше хорошо. Это пожелание на будущее. Кто еще хочет? Я одна из выпускников школы обложили, одна из Александров Павловича. Александр Павлович, вы удачливый художник, многочастливый человек, вы вырастили себе единомышленника, вас узнали, признали. Но ваш талант в большей мере, мне кажется, как педагогам надо рассмотреть. Вот здесь сказали, что вы преподаете в школе акварели. А ведь никто не сказал, что 6 человек, выпускников Александра Павловича, работают уже в академии. Это же успех. Вот говорят, молодой художник. Какой молодой художник может похвастаться таким, я не знаю, богатством, что ли, вот возможность преподавать. И мало того, сейчас во время становления академии Александр Павлович работал с молодыми преподавателями, передавал им все свои знания. И я очень благодарна, что я попала в этот проект. И то, что я являюсь уже 10 лет вашей ученицей. По всем парадикам. Я бы хотела сказать много теплых слов Александра Павловича, потому что он является моим педагогом на протяжении уже 5 лет. Я закончила уже школу акварелиния Сергея Андреяки, и сколько красочных моментов дало это обучение там. И вместе с Данилой, я помню, как написали все эти натюрморты, то, что здесь присутствуют, мы вместе сидели, вместе помогали друг другу, и все эти композиции, постановки мне знакомы, все эти места, которые написаны на этих палубах, все это мы видели, потому что много из этого мы приходили вместе. Мы никогда не забудем нашу группу всего Светлана Павловича, потому что... Скоро придем в академию. Светлана Павловича не успеет нас забыть, потому что мы себе дадим знать. Но для Александра Павловича очень многое изменилось в моей жизни, далось мне много возможностей, много новых идей, много новых. Алина Павловича, спасибо, Павловича, вы дали очень многое изменяет на моих. Спасибо. Спасибо. Я понимаю, что многие хотят еще сказать теплые слова. У нас будет такая возможность в менее формальной обстановке сказать эти слова Александру Павловичу, но мы должны, завершая торжественное открытие, дать слово сегодняшним, ну как, не юбилярам, ну юбилярам, будем говорить, да, раз мы уж так начали чествовать. Итак, Александр Павлович Волков, пожалуйста. Спасибо. Уже все рассказали о выставке, что здесь была первая персональная, в которой в зале вот этот маленький, где сейчас выставляется Данилка, это символично, это было 18 лет назад, теперь Данилка продолжает эту традицию. Потом у нас была очень такая теплая выставка в том же зале, посвященная 70-летию города Матич. Ее посещали главы, имела успех. Была большая выставка, 10 лет спустя у нас такие этапные выставки идут, и она тоже имела большой успех, приезжал наш художественный руководитель Сергей Николаевич Андреяков, приходил глава нашего города. Но я хочу сказать о другом. Все говорили спасибо мне, все говорили о моих успехах, а я хочу сказать спасибо людям, которые помогали сделать этот успех. Потому что картины – это вот такое творчество. Но в первую очередь хочется сказать спасибо своей семье, своей супруге, своему сыну Даниилу, который сейчас оказывает очень большую помощь во всех его выставках, во всех наших проектах. Супруга, которая вначале, не требуя каких-то материальных благ, как говорится, грудью на амбразору помогала организовать вот эти первые выставки, своими ценой своего здоровья помогала. Спасибо тебе, дорогая. Хочется сказать спасибо. Вот эта вот последняя выставка, в ней это, как сейчас принято говорить, это вот какое-то вот такое действие. И в ней задействован не только я. Здесь у нас есть куратор, есть у нас рабочие, которые вешали эту выставку, есть у нас люди, которые сейчас накрывают столы, к которым мы подойдем. Это целое действие. Это не то, что нам пытаются преподать с телевизионных экранов какие-то вот такие непонятные инсталляции. Эта выставка, это та же инсталляция, но только на стенах висят реальные картины, смотря на которых хочется жить, хочется творить. И хочу я поблагодарить за это всех участников выставки. Это выставочный отдел ВИКО. Хочу поблагодарить рабочих, которые помогали. Хочу поблагодарить тех людей, которые привезли эту выставку. Лилию Васильевну, которая приехала поддержать эту выставку. Хочу поблагодарить всех людей, которые пришли поддержать эту выставку. И, конечно же, хозяйку этого теплого, такого очень дружелюбного места, в которое вот мы пришли 18 лет назад. И все время мы периодически сюда возвращаемся и делаем выставки. Валерия Бергман. Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И цветы, цветы художников. Саша, этот букет, посмотрите, селение, значит, от меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, а это букет от своих коллег, от наших сотрудников, с пожеланиями самых высочайших творческих успехов и достижений. Мы, например, все мечтаем о том дне, когда ты станешь вначале заслуженным художником и уверены, что будешь инородным. Так что удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому подарок этому замечательному музею, в котором уже есть наши работы и очередная вещь, которая сделана в мытище, которая отображает наше мытище. Это подарок музею. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, приглашаем вас на неформальную часть. Пожалуйста. Вы можете пообщаться с художником. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok